В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте в студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В жилом комплексе пригород Лесное состоялось торжественное открытие Мисайловской школы номер один. Это очень большое и важное событие, которому мы сейчас очень рады. Свой профессиональный праздник отметили работники культуры Ленинского городского округа. Культура это вот сама история и жизнь народа любого. В бассейне поселка Развилка состоялся третий этап кубка Евгения Рылова. Он как раз не покидает свой бассейн родной, с которого он начал заниматься. Всегда находится с детишками в спортивной школе, которая глядя на него стремится к самым высоким достижениям и наградам. В жилом комплексе пригород Лесное состоялось торжественное открытие Мисайловской школы номер один. Образовательное учреждение, рассчитанное на 1100 человек, стало настоящим подарком для жителей этого микрорайона. Теперь родителям не нужно ежедневно тратить время на то, чтобы отвезти ребенка в ближайшее учебное заведение. Большое преимущество новой школы в том, что она расположена в шаговой доступности. Для Виктории Князьковой, мамы-второклассницы, открытие нового образовательного учреждения в микрорайоне Пригород Лесное стало долгожданным событием. Раньше приходилось возить дочку в соседнюю молоковскую школу. Конечно, было тяжело, школа маленькая, детей очень много было, учились несколько смен, ездили на автобусах. Поэтому открытие, конечно, школы в нашем микрорайоне, который и так большой, постоянно растет, это очень большое и важное событие, которому мы сейчас очень рады. Торжественная линейка состоялась не 1 сентября, а 12 апреля. Символично, что именно в День космонавтики дети приступили порог нового учебного заведения. Кабинеты с наукой мне, между прочим, нравится окружающий мир, потому что там очень много разных таких материалов, которые мы сейчас проходим, и они связаны с природой. Образовательное учреждение площадью 18 тысяч квадратных метров состоит из трех блоков, соединенных между собой надземными переходами. Многих школьников-новоселов очень впечатлило огромное здание. Школа большая, и тут будет много человек, и можно потеряться. Нужно будет все время учиться, как тут нужно находить столовую, класс. Пока Мисайловская школа номер один запустилась не в полном объеме. В данный момент в ней обучается около 600 детей. Большое дело сделали, и надеюсь, что здесь, в этой школе, будут учиться будущие. Крутые ребята, которые станут лучшими в мире по многим направлениям. Конечно, для нас это будет огромной радостью. После торжественной части была проведена небольшая экскурсия по школе. Гостям показали столовую на 640 человек. Три спортивных зала, учебные кабинеты, оборудованные мастерские и лаборатории. Отдельный трехэтажный корпус школы полностью предназначен для начальных классов. Главное достопримечательность здесь – просторные рекреации. В них одна из стен со специальным покрытием, на которые можно рисовать мелками. Сегодня мы получили то, что детишки идут пешком. Из дома пешком до школы у них такого никогда не было. И сегодня состоялось такое своеобразное 1 сентября. И столько счастливых детей, наверное, не было ни на одной школе, которую мы открывали. Это очень приятно. Ну и плюс к 1 сентября мы переведем уже 9-11 класс, которые сейчас готовятся к экзаменам. Соответственно, их тревожить не нужно. Об этом мы обсудили. На территории школы располагается стадион с беговой дорожкой и футбольным полем. Стоит отметить, что учеников помимо обязательных уроков во второй половине дня большой выбор дополнительных занятий по самым разным направлениям. Школа вообще рассчитана на занятия не только в первой половине дня, но и для блока дополнительного образования. Соответственно, в планах у нас развить блок дополнительного образования и как можно больше открыть коллективы, кружки для занятий детей и взрослых. Естественно, мы будем открывать эти коллективы не просто, как мы это видим, а стараясь учитывать мнение и спрос жителей. В ближайшее время, как рассказал временный, исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов, начнется строительство еще одной школы в этом микрорайоне. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Виднет.В К юбилею первого полета человека в космос малыши детского сада «Солнышко» подготовили оригинальную выставку поделок на космическую тему. Возможно, у кого-то из ребят именно с этой экспозиции начнется «Дорога к звездам». Татьяна Брылова продолжит. Космонавты, хотя и бумажные, но очень похожи на тех, что вот уже 60 лет бороздят пространство Вселенной. И ракеты почти как настоящие. Скажи, на пшеничной ракете можно в космос полететь? Нет. Почему это? Потому что она рассыпется. Что и говорить, на таком вопросе подловить сложно даже детсадовца. Впрочем, воспитанники старшей группы уже кое-что знают о космической истории нашей страны. Гагарин – первый из человеков, кто полетел в космос. Мало кто из современных детей мечтает полететь в космос. Правда, среди ребят детского сада «Солнышко» один такой нашелся. Пятилетний Саша даже знает, какими качествами должен обладать настоящий космонавт. А поделки в технике оригами станут украшением детского сада. Ведь делая их, малыши наверняка испытывали гордость за страну, в которой растут. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно это его. Первый военный комиссариат появился в годы советской власти 8 апреля 1918 года. Пройдет почти 90 лет, и эта дата станет профессиональным праздником сотрудников военкоматов России. Поздравить коллектив учреждения в Домодедово приехали заместители главы администрации Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин и заместитель председателя Совета депутатов округа Артур Григорян. С этими людьми в своей жизни сталкивается практически каждый российский мужчина. От результатов их работы зависит обороноспособность и безопасность государства. Ежегодно в начале апреля профессиональный праздник отмечают сотрудники военных комиссариатов. В народе именуем их просто военкоматами. Спасибо вам за ваш труд. Местами, наверное, где-то трудный, где-то неблагодарный, но в то же время очень важный и очень ответственный труд, благодаря которому формируется вся наша армия. Поздравляю вас. Теплые слова, грамоты и подарки ждали сотрудников военкомата. В импровизированном зале их собралось около 30 человек. Интересно, что абсолютное большинство из них – девушки. Так посмотрите, с виду девушки такие хрупкие, но на их плечах вся нагрузка, в основном вся наша работа лежит на них. В основном они эту работу выполняют, выполняют достойно, честно. Коллектив у нас дружный, всегда поможем, потому что мы работаем все сплоченно, все равно мы все взаимосвязаны отделения. Так же, как и отделение призыва, у нас проводятся и сверки, и так далее, отделы учета. То есть мы все взаимосвязаны. Сегодня в военном комиссариате города Домодедова и Ленинского городского округа трудится 63 человека. И пусть военнослужащими являются не все, но каждый вносит вклад в большое общее дело. По-своему служит на благо Родины. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Весело, с размахом отметили свой профессиональный праздник работники культуры Ленинского городского округа. Мероприятие традиционно прошло во дворце культуры города Видное. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Везде мы поем, очень весело живем. Мы работники культуры, очень страстные натуры. Из глубины сказаний русских именно такой лейтмотив был выбран для празднования Дня работника культуры в 2021 году. Ярмарка и выставка народных промыслов в холле ДК, аниматоры в русских народных костюмах, номера с национальным колоритом на сцене – все было выдержано в единой стилистике. Культура – это сама история и жизнь народа, любого. Потому что это все вместе. Это традиции, обычаи, это ритуалы, это история и краеведение, это воспитание, это патриотическое, гражданское. Это все культура. Вот что у нас, как мы это сделаем, так и страна будет так развиваться. Вот что такое культура. Самое главное действие развернулось, конечно, на сцене. Танцы, песни, театрализованные представления чередовались с теплыми словами в адрес виновников торжества. В этой профессии нельзя быть таким неучастным, отдаленным и можно работать только по призванию. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. У нас сегодня в этой сфере уже более 500 человек работает и округ развивается. Уверен, что эта цифра будет только расти. По традиции, почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками наградили лучших из лучших в своей профессии. Среди них и Лариса Сергеевна Гейлис, бессменный режиссер Народного театра «Твит». Нести радость людям, нести светлое, вечное, прекрасное, чтобы они приходили и радовались, отвлекались от горести человеческих, которые окружают их. Знак почетный ветеран Подмосковья вручили также библиотекарю из поселка Володарского Елене Владимировне Сорокиной. Она более полувека также является хранительницей Народного музея, поселка при библиотеке. Награда стала хорошим подарком к юбилею. В этом году Елене Владимировне исполняется 80 лет. Всего же в этот день были отмечены наградами и грамотами более 30 деятелей культуры Ленинского городского округа. После концерта все гости могли забрать на память фотографии с праздника. Буквально несколько дней назад наш земляк-пловец Евгений Рылов вернулся из Казани, где установил новый рекорд Европы и выполнил олимпийский норматив. Теперь в составе сборной России вместе с остальными спортсменами он будет готовиться к предстоящим олимпийским играм. В осеннем «Дельфин» состояли соревнования имени прославленного воспитанника, о которых расскажет Дмитрий Книга. Еще вчера в Казани, а уже сегодня в родном бассейне «Дельфин» поселка Развилка. В месте, где началась успешная спортивная карьера. Здесь состоялся третий этап соревнований по плаванию на кубок Евгения Рылова. Великолепное такое мероприятие, потому что, во-первых, ребята прикасаются к чемпиону мира, олимпийскому призеру, неоднократному чемпиону Европы. И это многое значит. Ребята ждут этого. И, конечно, популяризация нашего плавания. Сам Евгений не мог пропустить это мероприятие. После победного чемпионата России в Казани есть немного времени для восстановления, после чего начнется подготовка к Олимпиаде. Пару дней отдохнуть, пока тогда начну. Ну, с тренером это все обсудим. Сколько дней отдыхать будем. Какие планы на Олимпиаду. Планировать не буду, но надо показывать максимально хорошие результаты, бороться, конечно же, за призы обязательно. Вместе с Евгением право выступить на Олимпийских играх завоевал Иван Гирев, который также тренируется в «Дельфине». Интересно наблюдать за молодыми ребятами, которые стремятся стать кем-то в этом виде спорта. И такой дух здесь, стремление к лучшим результатам. Тренер наших пловцов Андрей Шишин считает проведение первого кубка Евгения Рылова своеобразным смотром талантов на перспективу. Начало нового поколения, которое должно сменить наших чемпионов. И сегодня мы закрываем первый год этот этап. У нас заключительный финальный этап кубка Рылова, где мы выберем самых лучших малышей в районе. На соревнованиях присутствовали почетные гости. Они приветствовали участников заплывов, а нашим олимпийцам пожелали победы в Токио. Сегодня мы проводим здесь детский турнир, третий этап имени Евгения Рылова. То, что он как раз не покидает свой бассейн родной, с которого начал заниматься. Он всегда находится с детишками, это спортивная школа, которая, глядя на него, стремится к самым высоким достижениям и наградам. Я сегодня предложил, мы обсудили, ребятам очень понравилась идея. Мы хотим в нашем кинотеатре в центре города сделать просмотр заплывов именно наших ребят, чтобы жители округа могли собраться и во время олимпиады поболеть за наших. Евгений Рылов и Иван Гирев стали живым примером для юных пловцов, которые только начинают свой путь в спорте. Я готовился к этому соревнованию, плавали мы дистанцию, тренировался. И я очень старался попасть на это соревнование, я хочу очень проплыть и попасть в призера. Все победители получили медали и кубки из рук чемпионов. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова